Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Разразился грандиозный скандал. Бывший редактор ток-шоу Малахова раскрыл подноготную этих программ. И то, что он рассказал, конечно, повергло в шок очень многих. Пишут подкуп, похищение людей, перекуп людей. И там просто, я сегодня почитал, это, конечно, то, что происходит за кулисами, так скажем. То, что происходит в целом для того, чтобы организовать съемки. Это просто фантастика. Вот что пишут. Шоумен не брезгует запрещенными приемами. 50-летний тележурналист продолжает привлекать себе повышенное внимание публике и так далее. А, значит, как признался один из бывших сотрудников редакции, привет, Андрей, работать на главного шоумена стран довольно непросто. Значит, ради колоссальных рейтингов команда скандального телеведущего Малахова спит, много работает, частенько, в кавычках, похищает людей прямо из-под носа вот таких же беспринципных конкурентов. Похищает, имеется в виду, программы, например, прямой эфир. Программа, значит, как они это называются? Пусть говорят. Вот они, например, хотят сделать сюжет по одной теме. У них должны быть гости. Вот это одни гости. И они бывают периодически. Людей похищают из-под носа друг у друга. И люди даже не понимают, куда их привезли. На первый канал, на второй канал и так далее. Значит, сейчас, секундочку. Иными словами, пишут наивные россияне, даже не догадываются, что их любимец замешан в грязных, как пишут, криминальных историях. Перекуп и похищение будущих героев – нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на первый канал и везут в студию «Россия-1». Ну и наоборот. Важная задача на съемке – накрутить героя перед его выходом на площадку. Стороны конфликта спрятаны друг от друга вокруг студии. Значит, и возле каждой сидит редактор, который должен всячески провоцировать героев на выплеск эмоций. Чтобы в прямом эфире какой-то был, значит, скандал. Ну, это вот малая часть в этой статье. Вообще, я сегодня почитал, конечно, редактор этот пишет о том, что 6-7 бригад есть, которые снимают программы. Задача каждой бригады – значит, снять выпуск для каждого дня. Ну, то есть, одна бригада, а один день. Вот они снимают так выпуски. И есть, значит, бывает форс-мажорное обстоятельство, есть запасные бригады. Там, например, знаки выпуска Дианы Шурыгиной, как пишут. Этот редактор вообще пишет, что лежал месяц. Считали, что он не выстрелит. Потом, когда показали, сделали 5 сразу. 5 серий. То есть, думали, что его никто не будет смотреть. А оказалось, что люди смотрели, и был высокий рейтинг. То есть, ради рейтингов он пишет о том, что делается просто все, самые грязные методы используются, только лишь бы был рейтинг. Я считаю, что это не телевидение. И я очень рад, что сейчас вот эти большие стирки не показывают, по-моему, раз в неделю только. И мне кажется, что их вообще не должно быть. В конце концов, телевидение все-таки вот сейчас говорят убрать соскоридзе, у него низкий рейтинг. Потому что мы привыкли, еще раз скажу, что у нас телевидение – это большая стирка. И, собственно говоря, орущие эксперты так, что уважаемые люди орут так, как не орут на площади трех вокзалов. Друг на друга и на всех. То есть, телевидение должно воспитывать, должно формировать патриотические ценности, морально-нравственные ценности у молодежи. Какие-то молодежные программы, сериалы какие-то интересные, хотя бы что-то про любовь для подростков. Я помню, в наше время было, значит, там, ну, не в наше, а Лена, ребята, а Беверли Хиллз 90-210. Может, кто-нибудь вообще помнит такие сериалы. Это были обычные сериалы для подростков, о подростках таких же. И их очень многие смотрели, кстати говоря. Сейчас исключительно другого плана сериалы и фильмы. Поэтому, вот такие новости, друзья. Интересно ваше мнение, что думаете, на все счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы нам с вами не потеряться в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Там вся политика, и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.